Так, что у нас сейчас было? У нас сейчас была как будто бы перебивка. Го, глянем, наверное, про лохотрон. Мы когда-то смотрели видос про лохотрон. Пьяный велосипед. Лохотрон, на котором лучше не работать. Па-па-па. Проедь 5 метров на велосипеде и получи денежное вознаграждение. Именно такой слоган аттракциона пьяный велосипед, который мы сегодня изготовим и попытаемся на нем заработать. Итак, секрет данного аттракциона заключается в том, что руль поворачивает колесо в противоположную сторону. Поэтому навык езды, приобретенный на обычном велосипеде, здесь работает против наездника. Этой информации вполне достаточно, чтобы приступить к изготовлению аттракциона, который будет построен на базе старенького велосипеда Аист. Рулевой механизм я решил реализовать следующим образом. В стаканах велосипеда через проставку крепится еще один стакан. Далее, сняв замеры и высчитав межосевое расстояние, я заказал у токаря шестерни, которые одеваются на обе рулевые колонки. Убедившись, что расчеты верны, крепим детали сваркой. Вот летом будьте зарабатывать чат. Потом придете, блять, богатыми. Аниме вы купите. Ребята из автосервиса приварили все, как я попросил, не взяв при этом ни копейки. Человеческое отношение я ценю. Соответственно, помогли сделать лохотрон. Ставлю их координаты в описании. Если вы из Киева, заезжайте на ремонт. Пьяный велосипед готов. Осталось лишь научиться на нем ездить. Поскольку задачей владельца является демонстрация публики того, что проехать необходимое расстояние не составит труда. То есть здесь не будет какой-то подковырки. Я имею ввиду, что вся сложность реально только в том, что люди просто привыкли поворачивать руль направо, когда им нужно направо, грубо говоря. Это все. На первый взгляд так и кажется. Но на самом деле, чтобы научиться нормально ездить, мне понадобилось два дня. За это время я изготовил табличку с правилами. Суть их такова. Заплатив 50 гривен, человеку дается три попытки, за одну из которых он должен проехать 5 метров. В случае победы участник получает 500 гривен. Пора выйти в оживленное место и опробовать аттракцион в действии. Грубо говоря, да. Хрещатик. Известная улица. Что, пацаны, будете пробовать? А в чем прикол? Проехать 5 метров. Ну вот, 5 метров проезжаешь. Лабу леса. Можно заработать. Я пытался на каком прокатиться как-то. Ну и как? Пожалуйста, да. Ну если ты проедешь вообще четко, на память останешься, так сказать. Бля, на самом деле, может быть я не прав, но чисто технически, если бы у меня была задача попытаться решить этот вопрос, я бы поднял бы максимум педаль, чтобы я мог оказать на нее максимальное давление. Зафиксировал бы руль в одном положении. Я бы не пытался ехать и крутить педали. Я бы прокрутил педали ровно один раз. И просто по инерции бы постарался проехать 5 метров. Все. То есть, если ты начнешь крутить педали, тогда тебе придется крутить руль, потому что ты начнешь, ну тебе нужен будет баланс определенный. А если ты начнешь крутить руль, то тогда, если ты не умеешь, велика вероятность того, что ты, ну, не справишься. Поэтому, чтобы минимизировать эту хуйню, я бы использовал исключительно вот один раз на этом. Я видел, где нужно было развернуться в таком вельке. А, но вот это уже да. Развернуться это уже да. Но это уже, это уже да, да. Можно своказать? Подожди. Ты прав? Видел, так делают? Понятно. Раз. Раз уже был. Бля, он не честно делал, он еще отталкивается. Вашку. Не, вот развернуться это уже надо уметь так делать, да. Что, нереально? Ты что, Вашка? Ты что? Спасибо, пожалуйста. Ну, в любом случае. Но он неправильно делает, он, блин, отталкивается ногами и весом, конечно. Очень странно, что он не пытается крутануть педаль. О, по цике, шо? Будете пробовать? Все прозрачно, крутится в обратную сторону. Ничего, тут нету никаких секретов. Вот реально нету никаких секретов. Ну, давай. Ты что, блин, не разгоняйся так, братан. Еще раз, сосредоточься. Вот это отбросит эти все сомнения. Сука. Да не можно было, мог бы проехать. Ты просто спешил что-то вообще. Ты еще хочешь? В чем подвох данного аттракциона? Ну, в том, что когда ты крутишь руль направо, колесо поворачивает налево. А когда ты крутишь руль налево, колесо крутится направо. То есть, наоборот. Чуть-чуть не туда. Ну вот, меня убьют. Бля, как же бабки текут рекой. Три спробы, да. Можете, пожалуйста... Ебать, блядь, ногой балансировал. Это близко, реально. Давай, 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 давай. Все, поздравляю вас. Как вас зовут? Сахар. Все. Ну, видите? Так что, пацаны, пробуйте. Все, один раз уже был. Бля, мне кажется, он отдал больше, чем заработал. Этот чувак, он сам посмотрит. Я так и понял. Значит, задний пост прям прыгнет туда, я... Что, что, что этот чувак? Ну, а, мне может, только ты забил. Может, ты штукнулся, может, и придется туда. А-а-а-а. Это, говорит, чувак, который сам, типа, держит... А-а-а, ебать, блядь. Несмотря на это, после победителя количество желающих только возросло. И мы достаточно быстро отбили проигранные деньги. Все было супер. До того момента, пока не подошел этот удивленный паренек. А-а-а-а, шесть такой? Да, шесть. Братан, красавчик. Блядь, ну слушай. А-а-а, он помешал, блядь. Этот пытался ему на ногу не наехать. Блядь, он упал, вот, смотрите. Братан, красавчик. Ну, вон, он резко повернул руль вправо. Потому что ехал на него, блядь. Ну, как бы, если бы он там не стоял, он бы просто заехал за линию. Вот. Братан, красавчик. Вот, он прям... Красавчик. Ну, такое, такое, такое. Ну, он мешает, мешает. Ну, да. Ну, да, задним колесом, я же тебе говорил. Почти, сейчас проедешь. Да, шикарный велик. Все. Да. Красавчик. Оказывается, это товарищ первого победителя. Обратите внимание, у них даже стиль езды похож. Ебать. Далее снова пошла белая полоса. Точнее, много... Ебать. О, а, 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 а. ...до проигравших. Дабы не затягивать ролик, я не буду вставлять запись с каждым. Еще и по три попытки. Мы сегодня акцентируем внимание на победителях. А следующим победителем стал вот этот парень, который с легкостью проехал пять метров. Также хочу обратить внимание на девушку в белом. Она подошла примерно в тот же момент, что и парень. Подождала, пока проиграет пару человек и успешно проехала дистанцию. Мне кажется, это неспроста. Разъебай лохотроны на лохотронов охоте. Смешно мы могли показать только проигравших, тем самым продемонстрировав, какой я красавчик. Но сделать объективный обзор для меня важнее, чтобы вы учились на чужих ошибках. Потому что заработали мы тысячу, а проиграли в два раза больше. Следовательно, делаем вывод. Лохотроны на ловкость, типа велосипеда или пьяной лестнице. Это полная шляпа. Потренировавшись, такие аттракционы может обыграть каждый. А вот бревно или пьяный турник – это вечная классика. Здесь нужна хорошая физическая форма, которой обладают единицы. И даже конкурент, работающий на аналогичном аттракционе, вряд ли сможет вам насолить. Когда чуваки, которые так же лохотронят, пошли гарно-угарно.